Собственно, сегодня в Ленинском суде города Уфы случилось то, что и должно было случиться. Я говорю о том, что Ленинский суд принял решение по иску господина Рубжанова, госпожи Абдрафиковой и госпожи Тимасовой, решение по иску ко мне по поводу оскорбления их достоинства или чего у них там было оскорблено. Ну давайте обо всем по порядку. Несколько месяцев назад эта группа товарищей, судя по всему возглавляющая их сынья Тимасова и вот эти вот все примкнувшие к ней двое из цов, подали на меня в суд в Ленинский. Требовали получить с меня 3 миллиона рублей, будучи оскорблены видео, в котором я назвал в частности госпожу Тимасову фриком. ...больших денег на всевозможные эти собачьи заповедники. ...республики стоило бы присмотреться к этой проблеме, она не так ничтожна. К ней уже подбираются всевозможные городские фрики, типа Сани Тамасовой и ее пресс-секретаря Коли Бажина. И скоро это превратится в очередной балаган или какой-нибудь распил больших денег на всевозможные эти собачьи заповедники. К моему великому удивлению проявил взвешенный подход по требованию истцов и госпожи Тимасовой, в частности, назначена была экспертиза лингвистическая. Лингвистическую экспертизу делали в Башкирском государственном университете, который никак нельзя заподозрить в особой ко мне благорасположенности. В итоге экспертиза показала, что никаких оскорблений я не нанес ни госпожи Тимасовой, ни прочим истцам. И дело, собственно, закончилось вот этим. Я не знаю, пойдут ли они дальше в Верховный суд в апелляцию, но, как говорится, милости просим. Напомню, единственное, что тем самым они только увеличат мои судебные издержки, которые в любом случае им придется компенсировать потом. На данный момент меня особенно позабавило то, что Тимасовы и ее соисцы были очень возмущены тем, что суд присудил им оплатить стоимость лингвистической экспертизы, которую они сами же и заказали. Ну вот удивительно, что это их удивило, так скажем. Но это на минуточку 36 тысяч рублей. Еще у них были издержки на собственного адвоката, еще они оплачивали пошлину, и еще, напомню, я обязательно потребую от них возмещение моих юридических издержек в ходе вот этого судебного разбирательства. Потому что я нанимаю адвокатов, и они работают, а я им плачу. Видимо, придется госпоже Тимасовой и ее товарищам крупно раскошелиться в ближайшее время. Я обязательно буду настаивать на этих всех компенсациях. Мне хочется как бы примерным образом показать, что бывает с теми, кто необдуманные поступки совершает, будучи вполне себе полувозрелыми и взрослыми людьми. Я бы хотел сказать про другое. Мы все люди небезгрешные, мы все ошибаемся, мы все делаем какие-то неправильные вещи время от времени. Это касается, естественно, и меня, и моего канала. Время от времени возникают какие-то конфликтные ситуации, какие-то претензии со стороны героев, которых мы выводим в наших сюжетах или еще кого-то. На мой взгляд, самым здравым решением всегда обсуждение этих проблем, а не доведение до такой ситуации, когда Санья Тимасова теперь будет искать деньги на компенсацию всех этих расходов. Зачем это ей нужно было, я не знаю. Кто-то предполагал, что потребовав этот миллион, она хотела вроде как необоснованно обогатиться. Я так не считаю. Я думаю, что это объясняется значительно проще тем, что человек не понимал, что делает. Ну, в итоге вот урок. Так вот, я призываю всех, у кого есть какие-то сомнения, какие-то претензии, какие-то вопросы ко мне и к нашему каналу, обращайтесь напрямую. Мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы обсуждать. Если мы где-то неправы, мы всегда публикуем опровержение. Несколько раз так было, и все кончалось миром. Но вот есть такой пример. Так что вот не будьте как Санья, будьте здравыми, будьте разумными, и мы всегда будем добиваться тех задач, тех целей, которые ставим перед собой. А если будут возникать какие-то конфликты, мы всегда их можем разрешить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!